Ну, во-первых, вы правы. Насчет богатства, насчет того, что все, что мы имеем в материальном мире, это есть наша сила на самом деле. То есть есть какая-то внутренняя сила, внутренний потенциал у человека, у каждого он свой. Но он до определенного момента скрыт, можно так сказать. И, как я понимаю, цель-то всего того, что мы здесь делаем на этой земле, в этом обществе, иначе зачем нам это общество, зачем нам социум, это возможность реализовать свой потенциал внутренний, силы, энергии, талантов, для того, чтобы проявить себя каким-то образом и раскрыть, что называется, свою индивидуальность. Вот в 90% случаях, когда ко мне приходят на консультации, на диагностике, вопрос слышу такой, а в чем моя индивидуальность, в чем мое предназначение? И большинство людей жалуются на то, что они что-то делают, где-то работают, но у них ощущение, что они живут не своей жизнью. Очень многие так. Когда-то поступил в институт, когда-то пошел на работу по распределению, или родители отправили в какую-то компанию, сидит, занимается финансами, например, а мечтала выступать на сцене, играть, быть актрисой, ездить по гастролям. То есть очень много я встречаюсь с тем, что люди делают то, что на самом деле не их, и поэтому внутренне возникает ощущение, что они как будто чужой жизнью живут. И вот в этом была частая проблема, потому что, по сути, это как блокируется энергия внутренняя, и индивидуальность, она не может проявиться, потому что вот эту энергию не в то русло направляют. А если правильное русло найти, как сейчас модно говорить, особенно на тренингах, надо найти то, что вам нравится делать, да, то есть тогда вы начинаете с удовольствием это делать, и тогда поток энергии лучше, легче идет, людям это тоже нравится, они начинают вам больше денег возвращать, то есть обратно идет обмен энергией. Все правильно. Но самое сложное же найти, а что же мне нравится, вот, то есть нужно найти действительно, а кто я есть, то есть а в чем мое предназначение в этой жизни, то есть какие таланты у меня есть, а как я их могу направить. И постараться отделить, вот самое сложное, это на первом этапе, то есть отделить то, что мы получили как идея от кого-то, ну, как программа какая-то, да, ну, если сравнивать наш мозг с компьютером, от кого-то нам сказали, ты должен, не знаю, бизнес построить и заниматься продажей, не знаю, одежды, да, потому что это модно или популярно, или выгодно. Вот, и отделить именно то настоящее внутри, найти свою индивидуальность, найти вот эту энергию, ресурс, который воплощая, реализовывая, ты по-настоящему сможешь и сам стать счастливым, и людям стать помочь счастливыми, и денег на этом заработать.